Ну, и, конечно, опять же, третье, что мне лично было очень интересно посмотреть в смысле некой социально-философской реконструкции, это помещение некой группы людей, которые просто могут сильно больше, чем окружающие, в рамках нашего капиталистического мироустройства, которое транслирует из своего базиса вполне конкретно отстроечные элементы, в том числе морально-этические. Ну, если тебя вырастили в обществе потребление не всегда деньги, скажите, пожалуйста, а зачем ты будешь свои суперспособности просто так тратить, когда можно на этом миллиончик-другой, третий, пятый, десятый заработать? Ну, в общем-то, это разновидность труда, то, что ты делаешь, правильно? Будьте любезны платить. А у меня труд уникальный. Такого, как я, еще пойди найди. Поэтому вполне очевидно, что если труд этих самых супергероев невозможно прямо сейчас осветить на видеокамеры, то он вообще и не нужен. Потому, что нужно же заработать на них не в том смысле, что вот он кого-то спас. Так тот, кого он спас, скорее всего, заплатить не сможет. Столько, сколько надо. Поэтому нужно на донатах сработать и на рекламе, которая тут же будет приделана на трансляцию. Вот только так это может быть. Причем, опять же, супергерой он что? Супергерой это уникальный кадр, который может сделать, как человек из стали, много полезного людям. Но он вынужден тратить свое время на то, чтобы участвовать в рекламных кампаниях, сниматься в дегенеративных совершенно кино. А у него просто отнимают время от того, чтобы он сделал что-нибудь полезное. Очень может быть, что в это время они не спасли какие-то жизни. Да. Скорее всего. Потому, что их-то применяют на каких-то таких мероприятиях, которые в самом деле опасны по-настоящему. То есть, там, где только они из-за своих мегаспособностей могут просто выжить. А значит, условно, три четверти рабочего времени они не спасают никаких жизней. А значит, те, кто там гори огнем, так и гори огнем. Заколачивают бабло. Надо заколачивать бабло для корпорации. И вот это тоже очень важно. Потому, что вне корпорации все эти супергерои очень плохо существуют. Практически никак. Потому, что только внутри корпорации они могут заработать денег. Я, правда, не очень понимаю, зачем хомлуем дару деньги. Ну, если ты все можешь, зачем тебе деньги? Не очень ясно. Но это, опять же, не просто так. Тут есть некое объяснение. Потому, что внутри реальности, которая... Да, я хотел сейчас сказать, показана в фильме. Нет. Внутри нашей реальности масса людей психически неуравновешена настолько, что без Валюума и Прозака просто не может жить. У меня просто конкретно есть в окружении люди, которые сидят уже на Валюуме или на Прозаке. Потому, что без них уже никак. Такое количество стресса на работе, а тут еще и сверху навалилось. Помимо работы. Что нужно быть... Не всякие снижения. Да. Очень крепкую психику нужно иметь, чтобы не рехнуться. Это все к чему? Это все к тому, что психологический и даже чисто психиатрический фон сильно нарушен. Вот Хоумлендер. Это типичный представитель того самого общества с сильно нарушенным психологическим фоном. Не смотри, что ты очень много можешь. У тебя там не грохнуть, физическому выживанию вообще ничего не грозит. Но у тебя настолько нестабильная башка, что тобой можно управлять. Чем? На промышленной основе и занят Густаво Фринг. Да. Который знает ему, куда надавить на гнилуху. Так что он будет как Бобик прыгать. И прыгает. И прыгает. То есть, если не денежное стимулирование, то хотя бы психологическое стимулирование применяется в полный рост. Не смотри, что ты опять же супермен. То есть, когда смотришь на человека из стали. Это же идеализм чистой воды. Вот у нас супермен. Он просто супермен. Скажите, а супермен что кушать будет? Да. Ему же кушать-то тоже, между прочим, надо. Ну, там чисто там... Хамбургер, курочка, кока-кола. Что там они еще кушают? Картофель фрай. А значит, ему нужны денежки. Откуда он берет денежки? Так он вынужден Кларком Кентом трудиться. Хотя на самом деле... Какой-то Кал. Кал. Инопланетный, да. Фамилия Инопланетный. Инопланетный Кал какой-то. Упал на нашу планету. Да, так вот он... Смотрите. Если он столько может, то, скорее всего, учитывая, в каком обществе он вырос, он будет свои суперспособности применять так, чтобы не трудиться... Естественно. Каким-то там журналистом. Да. А, будет применять так, чтобы у него была зарплата не 40 тысяч в год, а 400 миллионов в год. Вот это больше похоже на правду. Ну, поскольку они все без передыху борются с какой-то уличной преступностью постоянно, то раз уж тут такая вакханалия, так может кого-то дешевле охранять, а не бегать за этими козлами, пусть кто-то деньги дает, а я... Скорее всего, президент. Да. Тот может дать больше всего. Займусь охраной. Да. На государственном уровне. За государственные бабки. Уверен, неплохо получится. Ну, в общем, есть куда себя применить. Масса способностей и возможностей. В смысле, не способностей. Способностей. Понятно, что масса. Возможностей масса. Перспективы шикарные рисуются. Потому, что зачем Супермен работает Кларком Кентом? Невозможно понять. Ну, прикольно, конечно, когда ты маленький, что он вот такой. А внутри этого он, оказывается, какой-то. Пока маленький, прикольно. Потом нет. Да. Поэтому в пацанах как раз очень хорошо сделано то, что все эти супергерои сразу же куда стремятся попасть в самые высокооплачиваемые супергерои. То есть, в семерку. А значит, между ними начинается своя конкуренция. Обязательно. Что тоже показано прекрасно. Есть? Не смотри, что ты супергерой и круче всех окружающих простых людей вместе взятых. Но ты хуже, чем категория Б. А категория Б хуже, чем категория А. Ну, а в категории А рвут друг друга на части, чтобы попасть в семерку. Потому, что вот там настоящие бабки. Посмотрите. А Трейн с каким-то гиперзвуком постоянно соревнуется, кто быстрее побежит. Потому, что гиперзвук молодой да ранний тоже хочет в семерку. Ну, а Трейн постоянно пользуется доступом к секретным лабораториям. Перед соревнованиями ставится допингом препарата В. И все время быстрее пробегает. Чуть-чуть. Но быстрее. Додолжение следует... ...позглава, это довольноzoяaraninessка в биле...